На территории большинства муниципалитетов региона действует особый противопожарный режим. Ситуацию с природными пожарами на территории региона обсудили на совещании под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербина. Сегодня у нас в повестке дня прохождения пожароопасного периода. Докладчик Златкин Александр Владимирович, министр по делам ГОЧС. В рамках подготовки к сезону пожаров вблизи населенных пунктов сделано более 700 километров защитных полос и барьеров. Убрана сухая растительность. Проведены большие массовые мероприятия по работе среди граждан. Сформированы порядка 440 патрульных групп. В целях обнаружения своевременного предупреждения возгораний нами уже ведется работа по реализации программы лесохранитель. Уже установлены работают 5 камер видеонаблюдения. По вашему решению в 2024 году будет масштабирована эта работа на территорию наиболее горимых районов края и будут установлены еще 32 камеры. Данная мера является крайне эффективной и эффективно подтверждена российской статистикой. Также разработана методика безопасного осуществления охраняемых выжигов. Мы эту методику согласовали со всеми органами исполнителями власти, а также с главным управлением МЧС. Благодаря ей мы уже осенью этого года будем работать на упреждение пожаров и тяжелой пожарной обстановки, которую мы, как правило, получаем по весне. Аналогичным образом можно упомянуть о том, что в этом году сдано 8 новых пожарных депо. В следующем году будет еще 7, точнее в прошлом году, в этом году еще 7. И фактически мы прикрываем порядка 80 населенных пунктов Приморского края от пожара. С потеплением природных пожаров становится больше, осложняет ситуацию и сильный ветер, который делает обстановку непредсказуемой. Что касается текущей обстановки, значит, на сегодняшний день было зарегистрировано 3 действующих пожара на землях лесного фонда общей площадью 236 гектар. Действует один, локализовано два. К сожалению, они перешли с прошлых суток в связи с тяжелыми рельефами в районе их тушения, скалистыми, сопками и так далее, и тому подобное. Не всегда есть подходы, но распространение их более-менее локализовано. И я думаю, в эти сутки мы дадим уже ликвидацию. Это Харольский район в первую очередь, муниципальный округ, точнее, село Попловка, Чугуевский муниципальный округ, село Антоновка. Поэтому глав этих муниципальных образований просим обратить внимание на локализацию. Также действующий пожар в партизанском муниципальном округе в Южной Сергеевке. Однако главным виновником возгорания остается человек. С начала пожароопасного сезона у нас уже составлено 472 протокола об административном правонарушении. Из них 351 на граждан, 90 на доложестных лиц, 31 на юридическое лицо. По результатам рассмотрения вынесено 500 постановлений о назначении наказаний, из которых 309 – это предупреждение, 191 в виде штрафа на сумму более 4 миллионов 800 тысяч. Но это только начало работы. Вера Щербина обозначила необходимость взять на особый контроль взаимодействие всех органов власти и служб, занятых в профилактике и ликвидации пожаров, а также провести опашку территорий вблизи населенных пунктов, тем самым защитив их от огня. Сейчас у нас вот мы должны удвоить, утроить свою работу для того, чтобы предотвратить все вот эти моменты пожароопасного периода, чтобы не допустить никаких ущербов. Ничего сложного не вижу. Здесь наша с вами совместная работа, работа круглосуточная. Эксперты подтверждают, пик природных пожаров еще впереди, поэтому сейчас нужно сделать максимум, чтобы не допустить трагических последствий. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.